У кого работа, у того и хлеб. В Бобруске пройдет электронная ярмарка вакансий. Направлено на обучение, в случаях, если невозможно подобрать им работу. Какие профессии в приоритете? Разрушительное столкновение. На оживленном перекрестке рано утром произошло ДДП. Избегайте перестроений и резких торможений. Кто был невнимателен? Делу время по тихий час. В музее боевой славы 5-й гвардейской танковой армии прошла экскурсия для школьников. Важно, чтобы вот это посещение было неформальным. О чем рассказывали ученикам. А также скачок инфляции, бережные отношения и предвыборная пора. В Беларуси созданы избирательные круга. В каком количестве? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. Копейка рубль бережет. С ноября этого года повышается бюджет прожиточного минимума. Он вырос на 3 рубля 40 копеек относительно прошлого норматива. Благодаря изменению этого показателя выросли и социальные выплаты. Для семей, которые воспитывают детей до 3 лет и инвалидов. Трудовые пенсии в том числе для тех, кто не имеет трудового стажа. Повышение надбавок инвалидам войны, участникам войны, узникам, то есть всей категории военной, блокадники. Также будет увеличена надбавка семьям погибших к пенсии. Параллельно подошло к концу время ежегодной скидки пенсионерам. Действовала она с 1 мая до 31 октября и распространялась на международний общественный транспорт. В честь 7 ноября с субботы по вторник трудовой десант может расслабиться. На очереди большие выходные. Правда, от работы длинный уикенд придется в понедельник 11 числа. Если будет хорошая погода, будем гулять с ребенком на улице, в парк, пойдем, листики сейчас хорошие, желтенькие. Мы планировали встретиться своим классом и с классной руководительницей нашей, которая, к счастью, жива, здорова. Ну, посмотрим, как будет получаться по обстоятельствам. Нет, кафе, понятно. Может быть, что-то и будет. С друзьями встретимся. Может быть, с друзьями. Мы встретимся, коль большие выходные, да. Таким образом будем отдыхать. Вместе с повышениями пенсии, пособий и БПМ будет урегулирована экономика стоматологии. Доступность лечения заболеваний увеличится за счет ограничения цен на терапевтические, хирургические и ортодонтические процедуры. Ранее это правило работало только на ортопедические и зуботехнические услуги. В Бобруйске на оживленном перекрестке в час пик дорогу не поделили две иномарки. Около восьми утра дорогу не поделили Мерседес и Рено. Первый двигался по Октябрьской, второй в это время поворачивал налево на Гоголя. Вследствие удара француз опрокинулся на бок. Его водителя, 25-летнюю местную жительницу, госпитализировали с травмами. Выбирайте безопасную скорость движения. Избегайте перестроений и резких торможений. Откажитесь от такого небезопасного маневра, как обгон. И обязательно соблюдайте дистанцию и боковой интервал. ГАИ призывает не нарушать требования сигналов светофора. Очередные санкции, избирательные округа и поездки высшего класса. В стране создали специальный чек-лист для водителей автобусов и маршруток. В чем суть? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси созданы избирательные округа по выборам депутатов. По информации Центра избиркома, принято решение образовать свыше 12 тысяч точек. Единый день голосования, напомню, пройдет 25 февраля 2024-го. Будут избраны как члены Палаты представителей национального собрания, так и местных советов. В Беларуси может ускориться рост инфляции. Причина – увеличение заработных плат и дешевые кредиты. Эти факторы создают стабильный потребительский спрос. В стране по-прежнему сохраняется ценовое регулирование. Оно ограничивает повышение цен. В последние полгода их удается сдерживать до 5%. Правительство продлило запрет на ввоз некоторых видов товара. Под белорусские санкции попали автомобили чешского производства, определенные виды моторного масла, немецкие косметические бренды. Такое решение приняли для обеспечения интересов республики. Ограничения будут действовать до конца 2024-го. Через пару лет количество электрокаров в республике увеличится до 100 тысяч. За два года доля эко-мобилей на мировом рынке выросла с 4 до 14%. По прогнозам экспертов, через 6 лет эта цифра вырасти до 36. В Беларуси активно развивается это направление. Установлено уже более 900 подзарядных станций. Также постепенно происходит перевод некоторых видов общественного транспорта на использование электроэнергии. В Беларуси написали специальный чек-лист для водителей автобусов и маршруток. Главная цель – создание приятной атмосферы в салоне и избегание конфликтов с пассажирами. Памятка включает в себя информацию о правилах хорошего тона, дресс-коде, подготовке к рейсу. В ближайшее время пособие планируется отправить прямым получателям. В активном поиске в городе пройдет электронная ярмарка вакансий. 3 ноября с 10 до 12 часов с помощью Управления по труду, занятости и социальной защите жители города смогут познакомиться с новыми возможностями – организациями, условиями труда, задать интересующие вопросы, получить онлайн-консультацию и направить резюме. Электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте e-вакансий.by. Также формируются группы по переквалификации населения. Безработные граждане могут быть направлены на обучение в случаях, если невозможно подобрать им работу соответствующую, если необходимо изменить профессию, квалификацию, специальность, ввиду того, что по ранее полученной профессии безработный гражданин не может устроиться на работу. Актуальные специальности на сегодня – водители погрузчика и троллейбуса, слесарь и сантехники, повара. С более подробным списком можно ознакомиться на сайте Бобруцкого горисполкома в разделе «Занятость и соцзащита». К слову, за 2022 150 человек направлено на профессиональную переподготовку с гарантией трудоустройства. От задумки к реализации в Бобруцке прошел городской смотр-конкурс молодежных инициатив. Юные активисты предложили 19 проектов в разных номинациях «От ландшафта до творчества» среди авторов – педагоги, учащиеся молодые специалисты и парламент. О кладезе идей Елизавета Липеева. На базе 34-й школы разворачивается настоящая битва мыслей. Любовь к городу здесь воплощается в уникальные проекты. Информационно-туристический чат-бот, архитектурно-парковый ансамбль «Лабиринт», мозгобойня, живая библиотека, парк «Солнце» и даже коллекция образов славянской мифологии. Молодые генераторы идей затрагивают, кажется, все сферы – от образования до экологии. Было очень много интересных проектов. Например, мне понравилась идея с лабиринтом, также интересный чат-бот города Бобруйска с достопримечательностями, арт-объект мне очень понравился с глобусом. В общем, мне кажется, что все работы, которые дошли до финала, достойны реализации. Я представила свой проект «Чат-бот», «Бобр-бот» – это телеграм-бот, который помогает жителям города Бобруйска ориентироваться в городе, узнать о достопримечательностях, мероприятиях, которые в городе, поиграться онлайн. Мне, как педагогу-организатору, очень интересно было наблюдать за учащимися школ, которым горят своими идеями. Молодежный взгляд «Битва идей» объединяет юных активистов со всего Бобруйска. Некоторые презентуют сразу несколько замыслов, всего 19 идей. Среди номинаций творчества «Ландшафт», «Брендинг города», «Молодежь». Мы впервые под эгидой Совета депутатов проводили такой конкурс молодежных инициатив. Важность его, конечно же, в первую очередь заключается в том, что молодежь сама принимает для себя решения и предлагает для развития нашего города те или другие проекты. Победитель Кристина Лещенко – автор проекта «Музыкальный сквер» в номинации «Ландшафт». Учитель искусства, черчения и обслуживающего труда 28-й школы предлагает оригинальные украшения для города – кустарниковые скульптуры и лавочки в виде музыкальных инструментов. Эмоции, конечно, огромные, потому что я очень надеялась, что я выиграю. Я очень хочу, чтобы наш город как можно был более красивый, оригинальный, чтобы здесь было много интересных мест. Сегодня нет проигравших. Сегодня в первую очередь город приобрел новые проекты, идеи, которые будут осуществлены в ближайшее время. Количество участников, разнообразие идей и горящие глаза подтверждают – юному поколению небезразлична судьба малой родины. А администрация города всегда готова поддержать молодежные инициативы. Елизавета Лепеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Познавательный отдых вместо гаджетов. Бобруйские школьники на каникулах обогатили знания, освежили память и культурно провели время. Музей 5-й гвардейской танковой армии хранит обширную коллекцию уникальных фотографий и личные вещи офицеров. Учащиеся смогли прогуляться по залам, дотронуться до истории не только глазами, но и руками. Такие экскурсии очень ценны. Они помогают юному поколению сохранять и чтить память о подвиге наших предков. Важно ли кому-то посещать музей? Важно, чтобы вот это посещение было неформальным. То есть не просто привели, просто вот чтобы провести какое-то время, занять чем-то, когда нечем занять. Чтобы не просто увидели, услышали, поняли, что здесь хранится и что такое музей. Увидеть экспонаты могут не только школьники, но и все желающие. Достаточно посмотреть график работы на сайте Центра дополнительного образования детей и молодежи. Посетить место памяти можно бесплатно. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!